Эти люди идут пешком из разных испанских городов и деревень. Отправившись в путь 9 марта, они уже преодолели сотни километров под дождем и палящим солнцем, и сейчас выходят на финишную прямую. Впереди Мадрид, столица Испании, но давайте узнаем, что заставило этих людей присоединиться к шествию и проделать такой нелегкий путь пешком. Добрый день! Зачем вы участвуете в этом марше? Зачем? Я сыт по горло невыполненными обещаниями властей. Нам обещали новые рабочие места и снижение налогов, но нас обманули. Безработица выросла с 4 до 6 миллионов. Только так мы можем ответить властям. Я ушел из дома в воскресенье, с тех пор и иду пешком. Мы объединились и требуем улучшений в области здравоохранения, образования и труда. Почему вы решили принять участие в этом марше? Причин много. Мой сын вынужден работать каждый день с 8 утра до 5 вечера, а получает всего 400 евро в месяц. Кроме того, я преподаватель, и я знаю, что такое сокращение бюджетников. Все эти выселения – это сумасшествие. Я иду в Мадрид, потому что не могу пойти в Берлин или Брюссель. Мы должны остановить власти и тройку. У каждого из этих людей, безусловно, свои причины принимать участие в многокилометровом марше, но цель у всех одна. Ранее, во время привала, мы поговорили с одним из организаторов акции, и он рассказал, чего они пытаются добиться. Правительство хочет вернуться во времена Франко, запретить рабочему классу проводить уличные демонстрации и говорить о наших главных проблемах. Мы этого не позволим, и они это знают. И вот мы в Мадриде. Мы пришли сказать этому правительству, что оно лгало нам с самого первого дня. Нынешние и предыдущие правительства делали политические обещания, которые так и не выполнили. Они говорят одно, а делают совершенно другое. Мы сыты по горло их враньем. Мы пришли сказать, что они должны уйти в отставку, что мы полностью изменим всю систему. И сделают это простые рабочие с улицы. Это лишь одна из колонн демонстрантов, которые принимают участие в акции все эти дни. Жители разных городов и телевизор со всех концов страны стекаются в Мадрид. И сегодня, наконец, должны встретиться в центре столицы, чтобы вместе выразить свое несогласие. Егор Пискунов, РТ, Испания.